Музыка Хотите узнать нечто новое за пределами Перми, хотя совсем рядом, и принять участие в ярком событии? Может быть даже что-нибудь создать своими руками? Послушайте рассказ о фестивале Экофэшн, который пройдет 21 октября. И сегодня все подробности мы узнаем у организаторов этого фестиваля. Я приветствую в нашей студии Ирину Слотину, руководителя образцового детского коллектива Театра моды «Тандем», руководителя и координатора конкурса. Приветствую вас, Ирина. И с вами Сергей Щербинин, дизайнер, визажист, парикмахер. И Ирина Моисеевских, дизайнер одежды, член жюри конкурса экологической моды «Экофэшн». Здравствуйте, друзья. Итак, вы такую хорошую команду представляете, фестиваль. А что за фестиваль, Ирина Миловна, расскажите, пожалуйста. Фестиваль во многом напоминает наш прошлый проект. Это международный конкурс экологической моды «Экофэшн», который ежегодно мы проводили в Перми с 2003 года. И в этом году при поддержке администрации края и города Перми мы организовали фестиваль. И это фестиваль «Краевой Экофэшн». Сюда входит также экологическая мода. И мы демонстрируем возможности экологической моды. Дети своим творчеством, своим участием показывают возможности, как можно путем декора, вторичного использования каких-то вещей, материалов, придать им новую жизнь и возможности экологической моды. Скажите, пожалуйста, номинации конкурса какими будут? Что это за номинации? Номинации конкурса очень экологичные. Ежегодно они расширяются. Это эксперимент, где дети как раз дают вторую жизнь вещей. Пробуют, фантазируют, экспериментируют. Номинация «Планета Эко» – это там, где используются исключительно натуральные ткани, натуральные материалы. Номинация «Эволюшн» – это искусственный мех кожи. Есть номинация «Мисс Экостиль», то есть индивидуальная модель, когда ребенок сам делает полностью наряд, демонстрирует его на сцене. Он должен отвечать именно идеям экологической моды. Есть номинация «Экошоппер», очень актуальна. Это новая номинация, которая еще не была у нас в «Экобуме». Это очень актуально, чтобы не было вот этого заполонения пластиковыми пакетами. Конечно, да. И это эксклюзивно, это оригинально, да. Это классно. И номинация «Стильная штучка». Это вот как раз различные предметы декора, интересные вещи, которые дети сделали путем вот использования вторичного, с помощью декорирования. Прекрасно. А жюри что будет оценивать? Какие критерии будут важны? Дело в том, что это творческий конкурс, да. И он все равно оценивается, вот в нем нет каких-то прямых критериев. Здесь есть критерии, вот как член жюри он видит, да, вот для себя. И учитывая то, что все равно в жюри специалисты разных профилей, да, и каждый силен в чем-то, именно вот этот свой посыл он и пытается в том числе и донести до других членов жюри, чтобы каждый понимал вообще вот, что вот является правильным, что неправильным, что более сильно, что может быть менее сильно. И я, допустим, все-таки оцениваю, ну, в первую очередь, это вот, ну, насколько это модно, да, насколько это направлено с точки зрения моды. Я думаю, что жюри ждет очень сложная работа, учитывая количество номинаций и действительно креативность детей. Вот, Ирина, вы точно с детьми уже поработали и планируете еще мастер-классы. Расскажите, пожалуйста, что будет? И как вы, кстати, с детьми вот эти уже вещи какие-то создавали? Да, совершенно верно. Я как дизайнер одежды и как один из представителей направления эко и кастомайзинга одежды работаю с детками в этих направлениях, чтобы они могли не захламляться, да, вот не завещаться, как сейчас это модно, а использовать свои вещи, давать им вторую жизнь, то есть как-то декорировать, чтобы это было модно, стильно, интересно, чтобы они могли в этом проявить себя. То есть мы создавали и броши из джинсы старой. Детки у меня с удовольствием там все тоже руками и рвали, и резали, и дырки делали. В общем, у них такой прям бурный процесс шел. И потом из этого мы составляли уже некий такой коллаж, да, какую-то вещь в стиле петчворка, которую можно и носить, это могут быть и сумки, и какие-то жилеты и так далее. И это как раз модно, насколько я помню. Петчворк сейчас на пике, да? А вы же еще предлагаете мастер-классы для тех гостей фестиваля, зрителей, которые приедут в Добрянку 21 октября. Да, несомненно, эти мастер-классы будут, все будут творческие, интересные, где могут и детки, и их родители, и взрослые попробовать свои силы в творчестве и просто получить колоссальное удовольствие, ну, поделав что-то ручками. Это приемы, узнать для себя интересно, вот, например, будет очень интересный мастер-класс по изготовлению креативной футболки. То есть специально для этого мы закупаем футболки, краски и все такое, и наши дизайнеры научат делать стильные, классные, необычные, эксклюзивные вещи. Без сомнений, потому что каждый видит в своем экземпляре. И давайте резюмируем, а для чего вообще вот такой краевой фестиваль нужен? Вообще у нас программа вот этого фестиваля, Сергей расскажет вообще с точки зрения, со стороны, для чего он нужен городу. Я хочу сказать то, что вот это мероприятие, оно представляло собой еще серию обучающих мастер-классов, то есть они были в марте, они были в апреле, они сейчас будут в рамках финального мероприятия, то есть это еще задача наша, как организаторов, обучить население каким-то интересным методом, приемом. Вот, Сергей. Ну, а если говорить о философии? Да. Дело-то в том, что ведь экология, я думаю, что в нашей стране пока для рядового человека это не близко, да, и это надо воспитывать. А воспитывать как, если просто рассказывать об экологии, ну, человек вряд ли будет воспитываться, если он не будет в этом участвовать. Без сомнения. Вот, а когда он в этом участвует, конечно же, он, по крайней мере, будет об этом задумываться, да, и будет вести себя уже совершенно по-другому, более экологично. И более того, ведь экология, это должно стать, ну, не просто каким-то словом, это должно быть модным, да, вот чтобы человек к этому пришел. А тут придет целая семья, да-да-да, вы меняете образ жизни семьи, получается. Участников ведь детские сады есть, и вот с этого времени у нас активные участники Экобум, и в этом году они поддерживают наш фестиваль Экофэшн. Это очень радует, так что я желаю вам удачи, конечно же, большого внимания и зрителей, и интересных участников 21 октября. Спасибо, что пришли к нам сегодня, и я напомню, что вас приглашают 21 октября в Добрянку на фестиваль Экофэшн.